Аллилуйя! Давайте Богу воздадим все аплодисменты. Давайте будем благословлять, пребудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Давайте наслаждаться благословением первенства. Тысячи верующих, десяти тысяч верующих в эту эпоху, в 237 стран. Благодарю за это прославление. Действительно, только Божье Слово является светом этому миру. И держав за это Слово, для того, чтобы выйти в этот мир, мы с вами собрались в этом месте. И теперь я благословляю, чтобы это было благослужением, когда на каждого сойдет Божье Слово. Вот мы с вами сейчас разбираем второзаконие. Книга второзакония — это книга, которая повествует о том, как израильский народ жил, как он готовился к вхождению в землю обетованную. И почему Бог, он направил их в эту землю Ханан? Потому что они не могли... Им необходимо было подготовиться для того, чтобы зайти в землю Ханан. И книга второзакония, она учит о том законе, по которому надо было жить израильскому народу, чтобы зайти в землю Ханан. И в этой книге также говорится о том, что не только израильский народ должен этим наслаждаться, но и передать это потомкам. Поэтому на прошлой неделе мы с вами разбирали слово, что Бог говорит, воздвигнитесь себе царя. А сегодняшнее слово говорит о том, что поставьте себе пророка. пророк, священник, царь. Вот эти три должности, если их объединить, то говорится о Мессии. И вот, да, действительно, если объединить вот эти три должности, тогда получится Христос. Вот эти три должности нам необходимо всегда наслаждаться и передать эту тайну потомкам. Поэтому что очень важно? Христос, Он пришел как истинный пророк, истинный священник, истинный царь. И мы с вами, получивши спасение через Христа, нам была дана вот эта власть и пророка, и священника, и царя. И вот это то, что необходимо жнать, и чем необходимо наслаждаться. И для того, чтобы мы могли одерживать победу до самого конца, необходимо действительно, чтобы в нашей жизни восстановилось и передавалось благословение духовного пророка, священника, царя. И Бог, Он говорит, чтобы сейчас, вот, в самом начале были пославлены царь в Израиле. То есть люди, они толком не знают, как делать. То есть они не видят, что есть сатана, который не виден глазам, дьявол. То есть они не знают, что есть бесы, которые сейчас действуют, активничают. И вот бесы, они знают, кто есть кто, кто верующий, кто не верующий. И сейчас сатана, невидимо глазам, он сейчас приводит к поражению всех нас. Он пытается это делать. Но люди, они об этом не знают. Значит, послушайте, если люди умрут, они станут бесами? К примеру, наши родители, которые уже умерли, они станут бесами? Нет, это не так. Значит, это совсем не так. Значит, бесы не приходят к человеку. Значит, когда приходят бесы, нам нельзя просто обманываться. А человек, он обманывается. И в результате... И в результате, что... Значит, люди, они проявляют неверие Божьему Слову. Так же, как это произошло с сатаной. Сатана был ангелом, но он проявил неверие Божьему Слову, согрешил. И был, как бы, отделен от Бога. И вот мы видим, что сейчас есть действительно сатана, он действует на этой земле. Есть вот эти шаманы, шаманы-гадалки. То есть, все вот эти шаманы-гадалки, они приняли духа сатаны. И вот это... Почему они приняли духа? Потому что они хотели быть счастливы. Но после... И вот они как приняли этого духа? Когда им было очень тяжело, у них было очень много проблем. Но в итоге они приняли этого духа злого. И к ним стали приходить еще больше проблемы и болезни. Но на самом-то деле, вот эти люди, там, шаманы-гадалки, у них не получается жизнь. То есть, обыденная жизнь, ничего не получается. Значит, тут была... Вот одна верующая рассказала. Значит, она выходила на проповедование. И встретила одну женщину. И вот она говорит, вот эта женщина, у меня была болезнь. Но болезнь не исчезала. Поэтому я пошел к гадалке, которая была рядом с домом. И что говорит эта гадалка, ту женщина? Вам надо принять духа. То есть, она говорит, в реальности вам необходимо принять духа. И вот эта женщина, она думала, надо принимать, не надо. И в тот момент она встретилась вот этой сверующей и услышала Евангелие. То есть, получается, многие люди, они хотят быть счастливы, хотят быть в мире. Поэтому они идут к этим гадалкам для того, чтобы обрести мир. Но те люди, которые приняли Духа Святого, ой, вот этого злого Духа, они в обыденной жизни не могут нормально жить. Ихняя жизнь разрушается. То есть, сейчас вот эта сатана, он все человечество приводит к поражению. Поэтому Бог послал Христа как истинного царя для того, чтобы победить этого сатану. 1 Иоанна 3.8. Для сего появился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. То есть, что делает эта сатана? Значит, вот, когда проявляются наши проблемы, трудности, тогда он действует. К примеру, когда собираются люди вместе, он разъединяет этих людей. То есть, он делает так, чтобы община, благовестия не состояла, чтобы не получалось, чтобы все разошлись. То есть, мы видим, что сатана, он также атакует семью, чтобы семья не стала одним и целым. Но Бог, он дал нам власть изгонять бесов. То есть, для того, чтобы мы обрели эту силу, Христос пришел на земли. Поэтому мы с вами, мы получили с вами от Него, от Него, от Иисуса Христа, власть изгонять бесов. Поэтому мы с вами говорим, в прошлый раз мы говорили, какое Бог дано благословение? Благословение подобно царю, чтобы спасать 237 стран мира. И вот сегодня мы прочитали вместе с Писанием, что Бог говорит, поставьте царь, поставьте пророка себе. Почему? Потому что в той земле, Ханан, было очень много людей, которые впали в идолопоконство. И постоянно из этого приходили проблемы. И нужен был священник и пророк, который мог бы решать эти проблемы. И Христос, Он также пришел, как истинный священник. И последнее слово Его на кресте было, Иоанна 19.30, все совершилось. То есть, другими с вами, Бог через Христа, Он платит, платит плату за все грехи. То есть, у Него самого греха не было, у Христа. И этот Христос, Он вместо нас умирает на кресте. И мы с вами получили освобождение от всех проклятий, природного греха, своих грехов и проблем предков. Поэтому все совершилось, то, что сказал Господь, это значит, проблемы греха закончены. Ну, возможно, появятся люди, которые скажут, ну, почему говорите, что все закончено? Ведь у меня есть проблемы в жизни. Что говорит апостол Павел, у которого тоже была трудность? Что Бог допустил это, что проявилась Божья сила. Поэтому вы тоже начните заново. Что значит заново? Что Иисус, Иисус, разрешите всех проблем. Значит, вот есть люди, верующие, которые, которые, они не знают той власти, которую Бог дал нам, спасенным людям. Значит, смотрите, мы с вами получили освобождение от греха. И это значит, что теперь Сатана, он больше не имеет власти над нами. Потому что у греха тоже есть власть. Кто имеет грех, тот подвластен. Поэтому наши проблемы, все Христос уже расширил на кресте, простил все грехи. Поэтому я желаю, что вы вооружились такой верности. Ага, сейчас в моем сердце, Христос. И что сказано? Также, что Бог дал нам Слово. И когда мы держимся за это Слово, значит, благодаря этому Слову, каждый день мое сердце, мои мысли обновляются. Но в чем проблема? Проблема в том, что люди, они разрушаются из-за других, из-за слов других людей, из-за обстоятельств, почему? Потому что их сердце и мысли уже разрушились. То есть, как я уже сказал, не Божье Слово держит мое мысль и сердце, а Сатана, он колеблит мои мысли и сердце. А также Христос, который является истинным пророком, пребывает сейчас с нами и сейчас ведет нас. Поэтому, если мы с вами будем каждый день держаться за Слово, тогда это Слово, оно будет соблюдать нашу мысль, наше сердце, будет давать нам силу. И все, что будет происходить в жизни, будут воздавать Богу Славу. Поэтому очень важно мысли и сердце и мой мозг, чтобы там запечатлелось Божье Слово. И вот если вложить слово в мысли и в сердце, тогда на моих местах действия будет сходить благословение Царства Небесного. То есть, на моих местах действия будут преизобладать Царство Небесное. То есть, вот это удивительное благословение, которое Бог дал верующим во Христе. Поэтому нам необходимо с вами не следовать за этим миром, а наслаждаться благословением истинного пророка, истинного священника, истинного царя. И вот если посмотреть Ветхий Завет, то были и цари отдельно, и пророки были отдельно, и священники отдельно. Но и люди, в общем, все эти пророки, все эти священники, все эти цари, они тоже были, вот они были людьми. Поэтому они были несовершенными. Поэтому Бог отправил истинного пророка, истинного священника, истинного царя Христа. И этим Христом является Иисус. Поэтому Христос является истинным пророком, истинным священником, истинным царем. И теперь через пропаданное местодействие необходимо увидеть необходимость этого Христа. А оказывается, есть Сатана, который не видим глазами, и он Бог этого мира, и он князь этого мира. Он сейчас атакует меня и всех. И как можно победить того, кого даже не видишь? Поэтому Сатана, которая сейчас колеблит всех людей, чистая проблема, чтобы вы не обманулись. Значит... То есть на местах действия, поскольку мы сами не можем победить Сатану, то нам нужен истинный царь. И на местах действия есть бедствие. Поэтому нам необходим истинный священник, который может освободиться от этих бедствий. А также нам необходима встреча с Богом. Необходимо всегда быть вместе с Богом. Поэтому очень важен истинный пророк. И есть огромная тайна в этом Христе. И я благословляю, чтобы вы могли эту тайну познать. И через познание этой тайны вы могли спасти этот мир. Христос, истинный пророк, истинный священник, истинный царь. Вот достаточно, чтобы вы могли объяснить только вот эту тайну. Христос. И вот сегодня там тоже сказано о роли пророка. Кто такой пророк? Это тот, который передает Божье Слово. И внутри этого Слова есть Божье благословение. То есть пророк, который передает это Божье Слово, благословение. И давайте с вами посмотрим, какое благословение пророка. Первое. Благословение пророка. Значит, вот это одна из важных частей в всей книге Второзакония. Значит, Бог вам так говорит. Второзакония 8.15. Что Господь, Бог, поставит среди тебя пророка, среди братьев твоего пророка, и ты слушай его. То есть сказано, что такого, как я, Бог возбигнет пророка. И вот его слушайте. Сказано, такого, как я, пророка, Бог вам возбигнет, и вы его слушаете. Такого, как я, это, о ком идет речь. То есть Моисея себе говорит, такого, как меня, как Моисея, Бог поставит пророка, и его слушайте. И вот этим пророком уж остановится преемник Моисея Иисус Навин. И Бог, Он говорит, что я буду слушать, что Он, о чем Он молится мне. То есть вот это для нас путь жизни с вами, молитва. Послушайте, вот, в этом, в этом мире много кто что-то говорит, может, много что происходит. И люди думают, что если ходить в церковь, то это поражание. Но достаточно держаться только за Христа, за истинного пророка, за истинного священника, за истинного царя. Христос, разрушите всех проблем. Что произойдет, если принять этого Иисуса Христа? То есть Христос, поскольку Он является истинным священником, и после Него больше уже не нужны никакие жертвы, то происходит полноценное прощение грехов. То есть Христос, Он простил все наши грехи и помогает нам сейчас свободно приходить к Господу Божьему. Вот это и есть роль священника. И Христос, умерев, пролил Свой крест за наши грехи, Он стал истинным пророком для того, чтобы передавать нам Божье благословение. Поэтому пока мы сможем на этой земле, больше нам не нужен никакой пророк Христос, потому что у нас уже есть Христос. И как сказано в Евреяме 19, что и кровью Своей раз и навсегда освободил всех тех, которые были заложниками греха. Но за один раз Христос решил все проблемы. Христос, может быть, Он не стал физическим царем этого мира, но Христос стал духовным царем этого мира. Поэтому вот мы видим, что, как Моисей говорит, вместо меня в виде служения, это как бы, это как бы, что, ну, Христос, Он со мной пребывает. И теперь, как мы можем наслаждаться благословением пророка? Достаточно каждый день следовать за словом. И сейчас Христос, являющийся пророком, дает нам слово жизни. То есть Сам Иисус, Сам Иисус, Он пребывает во мне словом. И теперь необходимо, чтобы это слово каждый день, оно меня наполняло. Потому что каждый день Сатана меня атакует. Поэтому я желаю, чтобы каждый день вы думали о слове его воскресном. То есть необходимо постоянно, как бы, в свободный момент думать об этом слове, размышлять над этим словом. Поэтому каждый день нам необходимо с вами следовать за словом. Каждый день слушать слово, размышлять над словом. И говорить за словом. И, ну, конечно, тяжело запомнить все слово. Поэтому одно слово какое-то, одно богослужение упорядочьте в одно предложение. В одно слово. И об этом думайте постоянно. Об этом написанном, в предложении слове. Поэтому, вот, если мы с вами будем пребывать в завете, тогда даже если у нас есть трудности какие-то, но мы сможем видеть, мы можем увидеть Божий план. Значит, посмотрите животному, не надо следовать за словом. Потому что они не духовное творение, а мы духовное творение. Поэтому, когда мы следуем за словом, мы также начинаем видеть будущее, которое Бог для нас приготовил. И, если держаться за Божье Слово, и думать об этом, тогда такое, что придет, еще раз скажу. Значит, не надо слушать слова людей, а необходимо постоянно слушать слова в церкви. Давайте посмотрим на стих 18. И я подниму пророка среди братьев своих, как я. Я вражду положу. И он будет говорить слова мои, слова, которые я повелю ему говорить. Повелю ему говорить. То есть, пророк, он будет говорить то, что Бог ему повлияет, говорит. То есть, постоянно буду слушать слово, размышлять на слово. И есть вот это Божье Слово. Значит, уже в Библии есть около 7 тысяч обещаний, и они уже все совершились. Поэтому, вот вы, когда слушаете слово, упорядочите его в одно предложение, либо слово, и постоянно об этом размышляете. И когда Божье Слово провозглашается, тогда для нас это является огромным благословением. Так вот, слово о пророке, оно также совершилось. Вот если посмотреть на... Значит... 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 В... Вот, был такой пророк Иле, и в его эпоху не было Божьего Слова. Настолько не было Божьего Слова, что поднялся злой царь и со своей женой приносил много трудностей. То есть, убивали верующих и так далее. И чтобы сразу поняли, что... Вот... Когда нет свода, постоянно появляются трудности. Так вот... Так вот, этот пророк Иле, в то время, когда было тяжело, он, значит, бросил вызов, чтобы 850 певиков пришли и соревновались с Ним. Как бы, соревновались с Ним. И... Он победил. Он победил. Значит... Бог, Он поразил всех этих вот этих... уже пророков. И потом... И... Царь вот этот, который мешал Иле, он тоже понял, стал приходить в себя по слову. И... Бог, получается, через одного пророка Иле, вот, одержал победу над 850-ю лжепророками. То есть, пророка Иле был человеком, который вел духовную войну. И вот, если вы посмотрите в Второзаконии, то там сказано, что... То есть, есть тоже другое место из Писания, что когда Бог дает Слово, тогда в это время сокрушаются все идолы. И весь народ видит Божье действие и исповедует, что Бог является нашим хозяином. И вот, после пророка Иле был пророк Елисей. И пророк Елисей, он знал, что ему делать. Он знал, что ему делать в будущем. это поднимать учеников, поднимать народ Божий. Поэтому он понимал, что или пророку Илю не надо, чтобы ему надо будет уйти, и А Елисей продолжить делать этого пророка. Поэтому он ничего не желал, лишь бы одно, получить духа вдвойне от этого пророка Ильи. И во время пророка Елисей Израиль пытались завоевать разные другие народы. и получилось так, что когда был пророк Елисей, не смогли завоевать Израиль. И получается, враги Израиля, это ассирийцы, они пытались завоевать Израиль, но не получалось. Постоянно есть планы, пророк Елисей он разгадывал, и тогда вот этот царь, он говорит, наверное, среди нас есть шпион, который все докладывает, а ему говорят, нет, это не шпион среди нас, а есть в Израиле пророк Елисей, который полностью узнает, куда мы идем, что будем делать, как бы спасать народ. То есть какая суть благословения пророка? Что через одного пророка провозглашается Божье Слово. Поэтому очень важен человек, который провозглашает Божье Слово. Через одного человека, которые провозглашают Божье Слово, будут сходить очень важные благословения. Хотя получил как бы шок в том, что значит, все разрушится, если не будет Евангелия. Вот. Бог, Он постоянно говорил Слово Евангелия. Исаия 6, 13. Это ремнант. Остаток будет. И вот этот честь пророка Исаия, Бог дает Слово, и что сидел ваше имя примет ради цены и нарекут имя Иммануил. Что значит с нами Бог. То есть, когда Израильский народ держался за это слово, за слово пророка Исаии, что придет Иммануил, тогда это слово совершилось. То есть, Израильский народ получил спасение. И был еще один, это Иоанн Креститель. Значит, если вы посмотрите, то Иоанн Креститель, он пришел говорить о Христе, и он провозглашал, он провозглашал о свете, кем является Христос. И написано, те, которые приняли Его, верующие во имя Остерна, все стали чадными Божьими. То есть, Иоанн Креститель, он не был светом, но он говорил о свете, об Иисусе Христе, и он говорил о том, что Христос это Агнице Божьей, которая берет грех мира на себя. Значит, вот я сейчас, почему я так долго объясняю вам о пророке? Потому что, когда вы будете держаться за Божье Слово, начнется Божье действие. И вот это Слово Божье, оно будет живо, действие будет, действие внутри нас. Поэтому вы ухватите за Божье Слово и войдите в Божье Слово. И когда будете держаться за Божье Слово, тогда вы поступайте по этому Слову, сделайте это культурой вашего Слова. Вот если посмотреть в 2 Парапа Минон 20.20, сказано, что утром они покинули пустыню Текуа и вышли и Яховета. Она сказала, послушай меня, Иуда, и люди Израиля, имейте веру в Господа, в Бога вашего и верьте вашего Пророка, и вы преуспеете. То есть, очень важно, чтобы мы так же само держались за Слово Пророка, то есть, за Слово Воскресное. То есть, если мы с вами будем держаться за Божье Слово, тогда Бог сделает так, что мы преуспеем, как сказано, преуспеете, если будете слушать Слово Пророка. Поэтому вы в своей жизни, если будете держаться за Божье Слово, сможете преуспеть, можете обрести успех. А если люди, есть люди, которые скажут, да, ну, я ненавижу Божье Слово, не люблю. Ну, тогда такие люди, конечно, у них ничего хорошего не выйдет. Значит, все люди, которые следовали за Словом Пророка, они все преуспели. Почему? Потому что Бог через Пророка благословлял, давал благословение людям. И бывает такое, что я слушаю Слово, но это Слово становится для меня как бы бременем. Вот бывает такое. И бывает такое, вы слушаете Слово, и думаете, зачем Бог дал мне это Слово? То есть из-за Слова мне становится больно, неприятно. И, да, и такое бывает, но это тогда Бог, наоборот, Он строит для вас новый путь успеха. Поэтому и тогда держите за Божье Слово. Послушайте, время богослужения — это время обретения Божьего Слова. Это очень важное время. Поэтому не просто так сидите здесь. Вот, то время, которое вы получаете сейчас Слово, потом с этим Словом живите целую неделю, хотя бы один час сосредоточить на Божьем Слове. Поэтому я бы оставляю, что вы могли держаться за Божье Слово целую неделю. Вот сегодня мы уже прочитали в сегодняшнем месте в Писании. Сказано, что Слово обязательно совершится. Вы посмотрите 22 стих, что если Пророк не будет делать то, что я повелел ему делать и не буду говорить то опасание, которое я сказал ему говорить, то это Пророк говорит себе в осуждении. То здесь говорится действительно о Божьем Слово, что оно обязательно совершится. Обязательно будет совершение этого Слова. И вот вы тоже, когда держите за Божье Слово и идете домой на свое место действия, задумайтесь, как это Божье Слово будет совершаться. совершаться в нашей жизни. Есекель 37 глава там говорится про мертвые кости. Когда Божье Слово было провозглашено, тогда даже мертвые кости сухие они ожили. Все ожило. То есть Слово Божье это как так же самое это как живая вода. везде, куда шло вот это слово, там все оживало. Поэтому если вы будете держаться за Божье Слово, тогда вы сами будете оживать. потом вы молитесь за это. И потом на всех местах действия люди будут оживать. И люди будут видеть, что из-за вас это происходит. Вот это называется горница. То есть из-за меня другие люди получают благословение. и потом из-за Божьего Слова все оживает. И вот есть люди, которые полностью сейчас слушают все Слово. Воскресное Слово, Слово для бизнеса, Слово главной организации. И потом по этому Слову не молятся. то есть они двигаются по Слову и молятся. То есть это путь благословения так жить. Поэтому я бы представляю, что вы могли каждый день наслаждаться благословением такого Слова. И второе. Вечный Пророк это наш Иисус Христос. Значит наша жизнь должна быть на основании Христа. Бог дал нам вот этого вечного Пророка Иисуса Христа. Значит заключение всех Пророчеств это Иисус Христос. Поэтому Боже Слово говорит нам о том, что последний вечный Пророк это Иисус Христос. И в последнее время поскольку будет действовать Сатана, то многие люди они перестанут слушать Истину и начнут уходить. Значит такие люди они отвергают Истину. Если они отвергают Истину это значит они как бы идут на поводы у Сатаны и их ждет разрешение. То есть все люди живут на основании самого себя. Делают то, что им хочется. То есть это значит что такие люди они сами отходят от Истины. А если действительно кто-то является человеком Божьим, то необходимо следовать по Божьему Слову. Слово Божье является путем. и в наше последнее время с вами сейчас Сатана он действует таким образом мешает то, что на Слове. Значит когда вы будете находиться среди трудностей все равно и в том момент держите за Божье Слово. То есть не просто так принимайте Божье Слово а принимайте Его как обещание. То есть считайте что сам Бог обещает что-то. И если я держу за это обещание тогда Бог Он совершает. То есть представьте сам Бог в моей жизни будет совершать свое Слово. это Слово. И когда Бог дает мне Слово обязательно у Бога уже есть план это Слово совершить. Поэтому вы также это имеете ввиду. Когда вы принимаете Божье Слово уже имеете ввиду что это Слово совершится в вашей жизни. То есть зная вот это принимаете обучение. Поэтому запомните так Божье Слово которое продолжается это Божье Слово которое говорится лично мне от Бога поэтому за Нем надо охватиться как за обещание и затем это Слово оно обязательно совершится. И заключение всех пророчеств это Христос. Иоанна 14 6 «Я есть путь истинная жизнь никто не приходит к Отцу как только через меня». Христос ставший вечным пророком является путем встречи с Богом для нас. Является сам Богом и путем встречи с Богом для нас. И вот если вы посмотрите на 14 9 есть Филипп говорит Иисус покажи нам Бога покажи нам Отца А Иисус говорит «Я с вами нахожусь неужели вы до сих пор не увидели Отца? То есть Христос Христос пришел как истинный пророк и этот Христос является Богом Христос сейчас Он с нами Духом Святым пребывает поэтому для того чтобы мы могли в этом мире получать водительство Бог отправил Духа Святого который учит нас по слову значит если посмотреть Евреям 10 19 что поэтому братья имея держновение входить во Святое святых посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым то есть мы теперь с вами благодаря крови Иисуса Христа можем смело приходить к Богу потому что завеса в храме разорвалась сверху вниз поэтому теперь кто угодно держаться за Христа который является истинным пророком истинным священником истинным царем может войти в Святое Святых то есть к Богу прийти значит послушайте ну конечно же соответственно нам хорошо и значит в храме было Святое Святых и святилище это два места которые отделяло завеса никто не мог пройти сквозь эту завесу Святой Святых потому что там находился Бог это было местоприсутствие Бога но после того как Иисус Христос умер эта завеса в храме разорвалась сверху надвое сверху вниз надвое поэтому теперь любой у кого есть кровь Иисуса Христа может войти в Святой Святых то есть встретиться с Богом жить вместе с Богом и сейчас многие бизнесмены многие бизнесмены многие люди в этом мире они не знают истинного пути поэтому это наша с вами роль показывать им такой путь и вот особенно те люди которые не знают как связаться с Богом и сейчас умирает поэтому Бог ради таких людей Он нас благословляет и Он дает нам это благословение проповедовать Евангелие есть одно местное Писание которое говорит о том кем Бог нас сделал 1 Петра 2.9 Новый род избранный царственное священство народ святой люди взятые в удел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет 1 Петра 2.9 Аминь значит кем нас Бог призвал царственным священством призвал меня значит Он призвал меня как Он призвал меня истинным вот царственным священством для того чтобы тем людям которые не знают пути встречи с Богом говорить о пути встречи с Богом и Бог призвал нас истинным священником для того чтобы давать людям ответ Потому что они не знают, почему приходят проклятия и трудности постоянно. То есть Бог дал нам такое новое положение. Вот на прошлой неделе я им говорил, у нас есть власть. Власть надрана для того, чтобы использовать ее. И вот у нас тоже есть благовестники, которые готовы трудиться ради того, чтобы вместе с вами на местах действия наслаждаться благословением пророков, священников и царя. Я благословляю вас на это, чтобы вы могли наслаждаться этими тремя благословениями. Значит, я подытожу слово. То есть необходимо, чтобы хотя бы пять минут в день вы могли молиться для того, чтобы Божье Слово сошло на вас, и Свет Божий сошел на вас. И если сойдет Божье Слово, тогда проявится Божий Свет и Божья Сила. Необходимо молиться, чтобы у меня было это время. Время, когда я вспоминаю о том, что мне давно была сегодня пророка, священника, царя. Значит, в Библии есть колено священников. Это левины. И получается, значит, вот это колено левина, колено священников, оно было ближе всех к другим коленам Израиля. Почему? Чтобы все люди, они не упускали Божье Слово. Чтобы люди не упускали ответы от Бога. То есть Бог, Он нас призвал с вами вот это вот коленом левиным. А также Бог, Он хочет благословить всех тех людей, которые находятся вокруг вас. А если мы сами не можем наслаждаться этими благословениями, тогда это нам только вред. Поэтому вы как бы на себя правильно посмотрите сейчас таким правильным образом. Вот на прошлой неделе у нас было собрание служителей, потом пресс-фитеров. И вот мы как бы обсуждали и меняли систему в церкви. И вот мы поставили... Вот мы сейчас как бы ставим систему, которая обязательно должна быть. Это выходить на места действия и передавать Евангелие. Да, конечно, сейчас очень важно верующим объединяться ради строительства церкви. Да, это все важно, конечно, да. Но все ответы Бог прикрыл на месте действия. Сокрыл на месте действия. Поэтому очень важно выходить на места действия. То есть сейчас мы молимся для того, чтобы были сформированы команды, которые будут выходить на места действия для проповедования. То есть необходимо для того, чтобы все наши верующие выходили на места действия и испытали Божье действие. Необходимо поставить такую систему. И для этого... Значит, если в церковь не будут выходить на места действия, тогда сама церковь будет терять силу. Не будет стоять правильная система в церкви. Поэтому, может быть, у нас будет немножко тяжело. Но вы постарайтесь приходить в церковь. Участвуйте. То есть сейчас вы можете готовиться. Можете потихонечку слушать слово, что вы хотите на места действия. И так же само... Начало нашей церкви было такое же. У всех верующих были свои горницы. То есть они все проповедовали. И все потом приводили новых людей для регистрации. То есть вот... Вот так вот Бог провел нас несколько лет. И потом начали из-за этого сходить финансы света на нас. Финансы света ради Божьего дела. И сегодня, встречаясь с нашими служителями, я постоянно говорю, давайте будем обновляться. Давайте обновляться, чтобы ставить правильную систему. То есть не с вами обновляться, а на деле обновляться. Для того, чтобы мы могли поставить такую систему, которая будет радовать Бога. И чтобы сходили, неизбежно сходили в Божьи благословения. Поэтому, ну вот, нашим служителям обязательно им надо это делать. То есть необходимо, чтобы прежде, чем верующие получили этот ответ, чтобы служители получили этот ответ, чтобы выходили на места действия и там испытывали Божье действие. Значит, вот были люди, которые... Значит, вот были люди, которые сказали, что сейчас вот есть церкви, где не проводится движение слова среди неверующих. Вообще, как бы проповедование не получается. То есть церковь наша называется церковь горница. То есть то, где проповедуются неверующим. Но в этих церквях горницы нет горницы, то есть не проповедуются. Поэтому, когда я услышал об этом, я обо многом начал думать, задумываться. Поэтому я думаю, что сейчас вот наша церковь тоже потихонечку готовится ввести вот эти горницы. И вот если на места действия будут происходить Божье действие, проповедование, тогда и в церкви будет меняться атмосфера. Будет меняться атмосфера. И верующие будут сами каяться. Оказывается, мы не проповедовали места действия. Мы думали о каких-то собраниях еще дополнительных, каких-то мероприятиях. Значит, вот в церкви должны вот это благословение появиться. Благословение горницы, благословение проповедования на местах действия. И ради этого необходимо положить всю жизнь. Необходимо об этом постоянно думать. Потому что если ребенок, например, сделал свои дела, то мама, она сразу же все меняет памперс. Почему? Потому что 24 часа она об этом ребенком думает. Вот та же самая нам необходимо сейчас поменять себя правильным образом. И для начала следовать за Христом, который является пророком, священником и царем. И затем, благодаря вам, на местах действия должны получить благословение люди. И неверующие должны получить благословение. И поскольку Бог дал нам такое слово, то это слово обязательно совершится. Поэтому желаю, чтобы вы приходили в воскресенье, получали Божье слово, находили еще, как провести форум, вот форум, и чтобы вы могли выходить на местодействие. Я бы сказал, чтобы вы могли также через все, через следование за Христом обрести силу и спасать свои районы, на которых вы живете. Чтобы через вас началось движение Евангелия. И ради этого Бог, конечно же, даст вам новую силу. Вот. Сейчас вышло объявление, что появились обновленные материалы для обучения. Обучение проповедования. Вот вы обязательно, обязательно закажите эти материалы, чтобы вы могли получать обучение должным образом. То есть сейчас как бы постоянно обновляется, постоянно обновляется материал. Знаете почему? Потому что очень важно готовиться выходить на места действия. И для того чтобы вот выходить на места действия, необходимо пройти сосредоточенное обучение. И по прошествии вот этого прохождения сосредоточенного обучения уже выходить на места действия. И в 70 местах необходимо найти 70 учеников, в 70 местах вести движение слова. То есть все 70 учеников, когда все находятся на местах действия, И вот вы уже знаете, да, что вот есть вторичная конференция. И во время вторичной конференции, вот пастор Игонсон постоянно будет объяснять о евангелизации мест действий. Поэтому желаю, чтобы вы через Слово обретали силы и на местах действия испытывали Божие действия. Да, поэтому сейчас очень важно это приобрести вот эти материалы, чтобы можно было, чтобы можно было получать сосредоточенное обучение и готовиться к проповедованию. И где все ответы находятся от Бога? На местах действия. Поэтому обязательно необходимо выходить на места действия. Аминь. Молик, quieres помолиться с вами. Аминь. 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 действия, все оживлять, испытывать твое действие. Молю с вами Иисуса Христа. Аминь.